Для работы им нужен минерал, появившийся на заре истории. Секреты наручных часов в программе «Как это делается». Еще на заре цивилизации мы начали измерять время, чтобы упорядочить наш мир. В нашей тонко настроенной современной жизни точный отсчет времени приобрел как никогда огромное значение. Но большинство из нас принимает самые распространенные технологии определения времени как должное. История о наручных часах. Рассказ о трех, казалось бы, непреодолимых препятствиях. Энергия. Как получить достаточной энергии для работы часов? Размеры. Как поместить вот это сюда? Точность. Как измерить время? Так как же это делается? Оказалось, что лучший источник сверхточного времени лежит у нас под ногами. Это кварц. Кварц – секретный ингредиент современных часов. Невероятно, но это один из самых распространенных минералов на планете. Он составляет около 12% земной коры. Встречается в метеоритах и лунных камнях. Кварц – повсюду. Однако, прежде чем использовать в часах, кварц нужно добыть. Это открытая каменоломня Сайтек к северу от Квебека, Канада. Каждый год здесь перерабатывают 200 тысяч тонн кварцита. Вопрос в том, как обычный минерал может показывать время. Невероятно, но у кварца есть скрытое свойство, которое проявляется лишь под давлением. Он вибрирует. При сжатии кварца возникает электрический заряд, который заставляет кварц постоянно колебаться 32 тысячи раз в секунду. Чтобы использовать кварц для отсчета времени, его помещают в крошечный металлический вакуумный контейнер под названием «осциллятор», каждый размером с муравья. Затем кварц подключают к плате, которое запрограммировано так, что отсчитывает 32 тысячи импульсов и сбрасывается на ноль. Это значит, что постоянные вибрации кварца преобразуются в электрические сигналы длительностью в одну секунду каждый. Вот так камень превращается в часы. На заводе «Сейко Эпсон» в Сеохире, Япония, осциллятор лишь одна из 250-крошечных деталей, которые нужно установить в выпускаемые здесь часы. Рабочие, которые собирают часы, должны проходить через специальную аэродинамическую трубу. Одна пылинка и весь день на смарку. В сборочном процессе участвуют люди и машины. Взаимодействие человека и машины – вот как фирма «Сейко Эпсон» преодолела одну из величайших трудностей часового дела. Как создать часы, которые сами вырабатывают электричество. Они используют движение человека для питания часов «Кинетик». Часы «Кинетик» улавливают энергию естественных движений руки владельца, усиливают ее, запасают и используют питание часового механизма. «Сейко Эпсон» уменьшила энергетическую установку до размеров ногти. В отличие от других часов, разработчики «Кинетик» использовали преимущество того, что часы носят на запястье. Часы «Кинетик» уникальны тем, что для питания им хватает движения руки. Но как это делается? Эксцентрик поворачивается при каждом движении руки. Движение усиливается в сотни раз с помощью трех шестерен и в конце концов достигает одной из самых мелких деталей часов – ротора. Ротор сердца часов «Кинетик». Его диаметр всего четверть миллиметра. Чтобы выработать один вольт, необходимо для питания всех деталей механизма. Ротор вращается с частотой в пять раз больше, чем у двигателя болида «Формулы-1». Вот как простым движением руки вырабатывается энергия. Но хитрость часов «Кинетик» в том, что они также экономят энергию. Особенно деталь, которой нужно больше всего энергии – стрелки. Электричество нужно им только для перемещения, но не в промежутках между ними. Теоретически эти часы можно носить с самого рождения. Они не останавливаются. Потрясающая мысль. Но для этого часы должны быть герметичными, никогда не вскрываться и не находиться на воздухе. Для обеспечения герметичности они проходят ряд жестких испытаний. В специальном цилиндре часы должны выдержать давление морских глубин. Часы погружают в воду для проверки на течь. Если вода есть, после сушки на горячей плите на стекле появится конденсат. Эти часы прошли испытания. Теперь часы кинетик прослужат всю жизнь и присоединятся к остальным часам, отмечающим и поддерживающим ежедневный ритм жизни человечества. Пять обычных предметов.